Итак, привет! Тебе, Пашок, привет! Тебе, Димыч Андреевич! Я продолжаю проходить Resident Evil 4, сериал Resident Evil 4, второй сезон, девятая серия. Перед тем, как я начну играть, я хочу сделать небольшое замечание. Пашок, тебе, когда смотришь видео, это запомни, не разговаривай, потому что я говорю. Вот в конце мы что посмотрим, и ты будешь разговаривать. Я понимаю, тебе хочется высказать свои эмоции, свои комментарии, но это все в конце. Потому что я говорю, что ты меня просто прослушиваешь. А там, да, есть очень интересный факт. Так что это, где просьба. И я так подразумеваю, что Димыч Андреевич этот раз таки будет это видео смотреть как-никак, потому что я с него пригласил к себе домой. Так что поэтому он, наверное, будет это видео посмотреть. Итак, сейчас я засекусь в секундомер, и мы начнем. Так, здесь секундомер, забот засечь, все засекаем. Итак, это уже девятая серия, второго сезона. Итак, мы, собственно говоря, направляемся сейчас за последней деталью, и, которую мы вставим в главной комнате и пройдем уже вперед. Все, направляемся. Благо, есть хорошая новость. Мы направляемся, мы направляемся одним, то есть нам будет намного легче, мы безешли, она не будет мешаться. Это хорошо, потому что если бы мы проходили с ней, то, конечно, можно было бы пройти, но это очень тяжело. Так что разработчики нам сделали очень хорошую вещь. Застать эту деталь будет не так уж и легко, тем более на этой сложности. Так что придется нам изрядно потрудиться. И когда я уже пройду всех этих холоворезов, я расскажу одну вещь. Один очень интересный факт. Сейчас. Один очень интересный факт. Черт побери, этого дракона тупого. Слышь, дракон, я сейчас Марио позову. Да. Бигдец. Походу я разучился играть. Почему я не могу в него попасть? Так, наконец-то. Ну, буду молчать, потому что я стал играть реже намного, потому что у меня очень много дел. Итак, я помню, как Тасалета научился очень быстро разгадывать разные головоломки, такие тяжелые, помню. Там есть интуитюра мастера, я сам помню, головоломки с картинами разгадал. Весь чьей-либо помощи, там разные еще много головоломок, салфики или, там, например. Ну, сейчас я вот этот дар уже потерял, потому что он уже в учебе, и у меня сейчас не до этого. Но я его обязательно вспомню. Что такое? Блин. Ну, блин, ну, ладно, ничего страшного, не бывает. Я тут и на средней сложности тоже умирал. Ну, ничего, это просто так получилось, прошу прощения, что-то с ее камерой. Как же мне не нравится, эту вот систему тупая. Я, конечно, я сейчас без обид, но, скажу, тебе вот так вот, что... Дебилы те, кто придумали эту камеру в том плане, что они не придумали для нее подставку специально, чтобы можно было ставить. Приходится как-то думать, куда же Юсука блин поставить эту пульту в камеру. И это уже, кстати, очень сильно не смешно. На записи с комментариями всегда играть тяжело, это доказано. Главное не запостать, потому что чем дольше я играю, тем я прохожу дольше, так как уже становится все сложнее и сложнее. Ну, пошел кто-то знает, Зейгер это никогда и не узнает. Ну, блин, ну, вот пока я буду бежать, они уже. Ну, как тут попал-то, что-то? Блин, это-то реально смешно пошел. Ну, и что-то зеленый не наполнилось. Я же надеялся. Я же молился, блин, это зеленый все не наполнилось. Пока что вроде все нормально. Так, надо еще спалить бы одного головореза. Блин, ну почему так? Кх-кх-кх. Вот сейчас мы его испали. Йо-моё! Прошу прощения. Давай-давай, полицию в огнем. Марио, ты хочешь? Марио, позову тебя Марио, сейчас убьет. Но поверьте, в четвертой серии я тупил намного. О, еще один символ Лос-Люминадос. Это хорошо. Сейчас был один такой тяжелый момент. Появляется последняя шняга, но ее убить уже тяжелее, так как она стоит посередине. И, в чем сложность, появляются вот эти вот головорезы тупые, которые предошли от головореза Сергеевича, от такого дебила. Так, убили. Они тут испаунятся в некой бесконечности, у них есть предел, но он большой. Хорошо, что после я прокачиваю оружие. Ё-моё, я боюсь вас, ребята, как бы вы меня не увидят. Он будет болеть только тогда, когда мы будем подходить близко. Помогите. Ребята, блядь, если вашего друга Дмитрия Лукинова позовут тоже гомика. Знаете, как он сам освободился? Ой-ой-ой-ой, извините, пожалуйста. А, у меня же птички есть. Кстати, вот хочу поговорить по поводу этого, как бы сказать, митинг, какой-то Дмитрия Лукинова, так как... Скорее всего, просто такой ход. Скорее всего, просто такой вот ход, чтобы его не выбрали в депутат. Поэтому и вру. То, что ей там всё такое. Какой-то всё. Во, блин, извините меня. Я уже испугался. Ух, прям... Одним махом, друг сайца. Вот это мне нравится. Ну, реально, блин. Это же так прикольно. Сейчас мы их тут всех убьём. Всё, по-моему, их предел закончился. Это хорошо. Теперь нам осталось убить самого главного красного дебила. Он настоит. Вот здесь. Ну и всё. Это не так уж и сложно, но сложно, скорее всего, у него прицелиться. Там, вначале, конечно, я начал очень ужасно. Ну, потому что, конечно, я не наловчился, давно не играл. Ещё с пятницы. Сегодня уже вообще воскресенье. И так, ну, всё же, мы скоро соберём вот эту деталь. Изображение у него, скорее всего, не полного. И на чём я остановился. Хочу рассказать один факт. Факт, который... О котором вы уже знаете. Факт про закон... Про закон притяжения, тайна, закон вселенной. Я вам рассказывал, да. В общем, хочу с уверенностью вам предположить, точнее сказать, одну гипотезу, которая, кстати говоря, уже мною и доказана, что она работает. По крайней мере, на здоровье и точно. Так что, если что-то болит, допустим, горло, или что-то просто нужно думать о том, что оно пройдёт, там, завтра или послезавтра, и так оно и будет. Причём, заметьте, без всяких татом лекарств. Это уже проверено мною уже дважды. У меня был тяжёлый насморк. Текли из глаз слёзы. Я просто сказал себе, что завтра это пройдёт, что у меня всё будет хорошо, я просто здорово себя чувствую. И на настоящий день у меня всё действительно прошло. Постепенно, но прошло. И у меня с пятницы по субботу очень сильно болело горло. Точнее, не болело, оно хрипело. Это очень неприятно, когда ты постоянно глотаешь. Ты глотаешь, глотаешь, и тебе нужно всё время это делать. Ещё плюс очень, очень жутко и сжога была, которая очень неприятна, вчера. Я просто утром сказал себе, что завтра это пройдёт. Ну, то бишь, уже сегодня. Это уже пройдёт. Это боль в горле, хрипость. И действительно так оно и вышло. Сегодня я себя просто отлично чувствую. Есть, конечно, небольшой кашель, но это уже от едки этой болезни. Это уже последнее стание. Так что с уверенностью могу предположить, что на здоровье этот закон Вселенной точно работает. А вот с уверенностью не могу предположить, что на отношениях он работает здорово, но, наверное, скорее всего, нужен какой-то другой способ. Но на здоровье он работает просто отлично. И это доказано не только мной. Многими людьми. Так что давайте сэкономим деньги и средства. То есть сэкономим мы не будем покупать лекарства и всё. И сделаем самоисцеление. Итак, что-то я заговорился уже с законами притяжения. Давайте уже мы вставим детали. И на чем место у нас по поводу Лукинова? Ну, скорее всего, люди специально не хотят, чтобы он был в Думе, поэтому они как бы хотят его унизить. А потому что, если бы это действительно было бы так, он был бы гейм, то, скорее всего, эти плакаты были бы развешаны уже на стендах города. То есть люди бы уже не стеснялись, зная правду. Так что с уверенностью на 90% мы будем положить, что Дмитрий Лукинов нормальный черт. Я вообще в выборах вообще я не за кого. Мне вообще чисто пофиг. Кто будет этим, кто будет этим депутатом. Думаю, не очень похоже. Просто я говорю то, что есть. То, что есть. Итак, тут... Ладно, закончим про этот разговор. Я уже это всё рассказал. Итак, тут мы собираем, собираем гранату. Тут не закрою, что гранаты. Это, конечно, тоже хорошо. Мы, конечно, сейчас бежим с Эшли, но вскоре у нас её опять уведут. И опять нам придётся её спасать. Но на этот раз уже намного дольше нам придётся её искать, чем сейчас. Хочу сказать, что половину игры я уже прошёл. Ну, почти половину уже, сказать, уже вот добрался. Итак, всё, добрались мы до замка. Ну, пока мы искали все детали, Салазар уже далеко ушёл, хотя мы его видели один раз, конечно, после того, как он закрыл эти ставни и всё такое. Так, ну, проходим, продвигаемся дальше. Мы почти добрались, да, мамошки, мамошки-2. И вскоре напьётся его убить. Убить его очень просто, если у вас есть РПГ. Если же у вас его нет, то мучайтесь. Когда я проходил первый раз, то я его так убивал. Но я его всё-таки убил. Но это очень долго делать. Его реально можно намного быстрее убить. С помощью РПГ, чтобы не тратить время. Ещё хочу поговорить по поводу головоломок. Да, действительно, у меня просто уже мозги пошли. Я совсем разучился уже их разгадывать. Даже те головоломки, которые я разгадывал ранее. То есть, я даже головоломки сложнее в Салент-Хилах даже разгадывал, чем вот это вот спазм, которая была у нас в восьмой части, восьмой серии. Итак, что у нас здесь? Итак, тут у нас начинается развилка. И в каждом мы должны попасть. Должны найти специальные чаши и вставить их в одно место, и откроется главная дверь. Поэтому и развилки. Сначала сохранимся. Не знаю, какая развилка легче, но они обе так себе нормальные, в принципе. По сложности. Но, наверное, посложнее будет с рыцарями. Особенно на этой сложности. Итак, давайте чуть-чуть купить. Но, в общем, городовец. Продавца. Компания. Компания. Давай посмотрим. А также опять я не буду покупать большой кейс, потому что я нормальный лес. Секомендую. Компания. Компания. Очень большой дипломат. Каратин. Компания. Компания. и и в киеве в итоге можно улучшить и и и и и и все но с подняться на смотрим на время да нормально в принципе еще а это отношение выбирать в какой раз другу пойдем с началом в общем я не знаю так давайте осознанно так сначала мы направимся это что такое я не понял что это за рожьи вот так как ладно шутка итак направляемся там пойдем позже когда мы соберем уже все две чаши итак тут нужно очень простая такая я бы сказал даже просто махинацию одну провернуть вот тут не смеси на этом слове потому что я знаю ты смеешься итак я тебя очень хорошо уже выучил как тогда я помню когда я сказал прохождение что похоже мне по плечу и ты действительно мне по плечу как же я давно тебя уже очень хорошо знаю не говорили про эти блин свой скинемся на этот брелок чем маленький что ли мальчик играть в будущем он не собирается я понимаю потому что высокую плечу у тебя тоже 17 год и все спору в чьи играешь девушки сзади но я не про тебя итак все остальное здесь я словно суда все открывается дверь мы идем тут и сейчас будут опять слаза и будет такой ролик сейчас смотрим теперь давайте поговорим о том как непосредственно в этой игре наебывают на деньги и поверьте мне об этом вы даже не догадывались реально итак нужно уничтожить вот эти вот красные штуки их всего 4 так есть конечно же ограничения по времени если мы быстро их не в них не попадем то у нас просто свалится этот потолок с иголками и будет капец жизни так какая-то женщина нарисована не дают нам ее осмотреть и сложность именно этого этапа не в этом это вообще легко на блин на легкой и на средней сложностях этот потолок падает с одинаково ну одинаково то есть с одинаковым временем на каждой сложности так что это ничто сложная в этом этапе сейчас будет это спасение эшли так для этого мы берем витоку и все ну вот так вот так вот эти двое полуорезы суббитые если бы не успеем убить долл они убьют так что посмотрим кто быстрее все и в чем как бы сказать дебильность этого этапа в том что именно почему когда мы их убили открылась вот это вот решетка вот этой двери это вообще так бы так не бывает такое совпадение но все же это игра но мне все таки хочется чтобы разработчик капку неважно любой разработчик все же придумывая игру очень сильно близился к реальности в плане скриптов потому что ну ни к чему эти все скрипты вот эти вот и в GTA 4 тоже эти все скрипты там то что нельзя убить человека в машине когда он едет до определенного места это глупо так как ну действительно ты попал в него и он не умер это очень странно и подозрительно вообще нужно скрипты убирать потому что не потому что мне тяжело проходить очень долго за ним гнаться а просто потому что это нереалистично игра это не игра но мне просто это нереалистично итак тут у нас что то есть так стакан вот первая чаша первая чаша королевы найдем еще одну и попадем в другой в другие залы так сейчас мы откроем замок все вот мы открыли все вот мы открыли все и ответ направляемся обратно поможка то конечно парень такой крутой но все равно у него не выйдет нас вот так вот оттоперить итак все же немножко затянется это прохождение но мы пройдем еще один этап соберем эту траву так что у нас здесь все направляемся дальше и нас на очереди здесь тяжелый этап тяжелый этап с лицами и я сейчас поступил как полный лошара потому что не подключил джойстик а вот сказать почему но первым поставим здесь эшли как видите тут стоят вот эти вот рыцари вот эти вот рыцари и нужно конечно можно попробовать сейчас с помощью мышки и клавиатуры куты пройти но это если повезет давайте попробуем будем надеяться на везение нет не повезло и повезло в том что они убивают этим не смертельно то есть когда ставят вот эти вот кнопки на которые нельзя попасть ну которые не видно что там нарисовано значит это все это капец нужно обязательно джойстик так ладно проиграем так проиграем не хочу отводить аптечку давай давай пожалуйста подай себе кут с мышкой нет он не попался а это значит что это значит правильно что нужно подключать джойстик надеялся на везение но оно мне не помогло к сожалению везение ты полное дебильство придется подключать джойстик что мне очень бесит хорошо что в этой игре джойстик подключается сразу то есть не приходится перезаходить в игру чтобы он работал а сразу он работает потому что потому что есть привязка в этой игре поэтому он работает давайте проверим да и так все сейчас идем так 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 и за так и за так и за за мной так 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 на клавиатуру остался последний пункт то есть я знал ну ладно что страшного это было нажал на 4 пустыри и он все не сработал я просто не помню все куты в этой игре поэтому я не знаю куда можно то есть и когда не нужно и так все просто стороны мысли здесь сейчас тут трава должна быть я точно помню вот трава и все и все и все встало на свои места так и давай еще посмотрим что тут у нас можно вроде все и теперь нужно сразу же взять ружье взяли чашу и все и нужно пройти две стадии рыцарь первая такая легенькая точнее первая сложная вторая ультра сложная черт побери это те самые рыцари что были в этапе за Эшли но Эшли ничего им не могла сделать потому что у нее не было никакого оружия так и кидаем так первого убили в принципе можно убить пистолетом по моему у них осталось столько ПП с лукой на средний но они сами наносят ПП больше так перезаряжаемся далее от них травой это просто замечательно я не буду на этот раз ее использовать так кидаем очередную хотя зачем вот этот путь нет наверное ты был прав ни хрена не действует на них в реале не действует красная фаната вот это последняя стадия уже эти рыцари более более тяжелые у них уже топоры и они уже намного быстрее атакуют вот сейчас уже в реале нет смысла с пистолета их хреначить не 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 дружьё чуть-чуть более неприятно счет подбери просто не повезло что они действуют эти синие канаты действуют на а этих поспорствуют в этот раз они не так ничего страшного это бывает я думаю что мы с ружья его с ружья быстро его убьем оказалось что не получилось в общем вообще бесполезно в них стрелять с пистолетом я имею ввиду вторую ставлю первую это можно конечно с пистолетом вот видите как я быстро его убью а во второй уже нельзя господи что ж такое то давайте мы разбудим всех и всех как говорится оптом убьем убьем всех троих оптом одной ханаты у нас уже два вас флага один застал который рыкся блин вы меня бесите ребята господи господи не убил господи господи и так быстро то ходит я даже не успела даже у тебя Все. Убили их троих, как говорится, оптом. И сейчас нужно доставать не обязательно ружье. А вообще, вот это ТРП. Который ружье, оно перезаряжается после каждого выставка. И вот сейчас нужно использовать синюю гранату. Так. Нет. И все же они встали. Опять доставим синюю гранату. И все, она закончилась, синюю гранату. Это крайне убого, но тем не менее. Он встал. И опыт створности пистолета убить. Он один остался. Господи, спасите! Блин, я уже испугался, блин. Тупорыл его, тупни. Извините меня. Попали в него с пистолета. Все. Слава богу. Убили. Их, конечно, тяжело пройти, но за них дают нормально так золото. Так. Все. Теперь возвращаемся. Мы добыли последнюю чашу. И все. Так, у нас какой-то тут записка какая-то. У нас в МКУ Ассилии. Давайте посмотрим. Получен образец. Как вам уже, наверное, известно, Луис Сера был схвачен лордом Садлером. Образец вернулся в руки истинных владельцев. Я надеялся, что мы сможем разобраться без вмешательства лорда. По крайней мере, теперь мы можем радоваться тому, что образец снова безопасности. Теперь, когда образец в наших руках, предательница не сможет забрать его. Очень жаль, что вследствие всего случившегося Сера покинул этот мир. Его ожидало светлое будущее, если бы он проявил верность нашему идеалу. Что же касается американцев, то лорд позволил нам заняться ими. Давайте не будем разочаровывать лорда. Мы должны схватить гемерс. Чену, ой, блин, то есть Эшли, и привести ее к лорду. Американского агента нужно уничтожить. Степан ГТ еще никогда в жизни не уничтожал. Никто. Итак, все. А мы сохраняемся, и на этом я прервусь. Так. Итак, это была... У нас девятая серия второго сезона. Сериала Resident Evil 4. Надеюсь, тебе понравилось серии. Тебе этим очень надеялись, если вообще смотришь это видео. На что я надеюсь. В общем, канал, ты не знает, что. Будем все в следующей серии, которую я планирую заснять во вторник. Так как спой денег на вторник не нужно контролем по математике готовиться. Так что я не могу в последний раз снять. Ну, во вторник, я думаю, я смогу. Так что все нормально. Сразу после школы я изясню. Итак, все. Всем удачи и пока. День подсвечек тоже. Все, давай. Пока.